Это случилось На одном из перегонов Куйбышевской железной дороги Машинист вел грузовой поезд И вдруг толчок Остановившись Локомотивная бригада Обнаружила опасную неисправность Рельсовой колеи Тут же вступила в действие Система толчок в пути За проявленную бдительность Машинист был награжден Итак, система Толчок в пути Каковы истоки этого новшества? Постоянный рост интенсивности Движения поездов Приводит к более частому появлению Неисправности и пути Что вызывает поиск новых Эффективных методов Обеспечения безопасности движения Как на Куйбышевской дороге Зародилась система Повышенного контроля За состоянием пути Со стороны локомотивных бригад Она получила название Толчок в пути И стала важным дополнением Комплексу мер Направленных на повышение Безопасности движения По-прежнему в арсенале средств Остаются периодические осмотры Путевого хозяйства Дефектоскопные тележки Вагоны-дефектоскопы И путиизмерительные вагоны Новая система Толчок в пути Обнаружен боковой толчок Машинист снижает скорость Внимание, внимание, внимание Всем нечетным поездам Я машинист поезда Номер 3201 Кураедов На 167-м километре Пикет 10 Обнаружил боковой толчок При скорости 80 км в час Причина не установлена Вызываю дежурного по станции Ограничивающий данный перегон Дежурный по станции Георьевка Ответься Дежурный по станции Георьевка Ответься Дежурный по станции Георьевка Киселев слушает Вызывает машинист электровоза Номер 328-го поезда 3201 Кураедов Преследование по нечетному пути Перегона Георьевка-Тургеневка На 167-м километре Пикет 10 Обнаружил боковой толчок в пути При скорости 80 км в час Причина не установлена Снизил скорость до 25 км в час Передал предупреждение машинистам поездов Идущих вслед Я дежурный по станции Георьевка Киселев вас понял Поезд номер 2201 167-й километр Пикет 10 При скорости 80 км Боковой толчок Дежурный по станции Делает соответствующую запись В настольном журнале И вызывает дорожного мастера Дорожный мастер Каюков слушает Я дежурный по станции Киселев На 167-м километре Пикет 10 Машинист нечетного поезда Обнаружил боковой толчок в пути Причина не установлена Прошу срочно прибыть на станцию Вас понял Сейчас буду на станции Затем дежурный по станции Ставит в известность О случившемся Поездного диспетчера Диспетчер Я вас слушаю Докладывает дежурный по станции Георьевка Киселев В 13 часов 30 минут Машинист поезда 3201 На 167-м километре Пикет 10 Нечетного пути Перегона Георьевка-Тургеневка Обнаружил боковой толчок в пути Машинисты нечетных поездов Предупреждены С очередным поездом Отправляем на перегон Дорожного мастера Вас понял Поезд номер 2201 167-й километр Пикет 10 При скорости 80 километров Боковой толчок Дежурный по станции Выписывает предупреждение Об остановке очередного поезда Который следует В направлении перегона Где обнаружен толчок в пути Чтобы отправить с ним Дорожного мастера Дорожного мастера Предупреждение Вручается машинисту поезда Тургеневка-Тургеневка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Согласно предупреждению Машинист делает остановку В пределах километра Предшествующего тому На котором был обнаружен толчок Вот этот километр Дорожный мастер Внимательно осматривает колею Неисправность обнаружена Отступление по шаблону И угол в плане пути Дорожный мастер связывается С дежурным по станции Делает заявку На выдачу предупреждения Об ограничении скорости Движения поездов До 25 километров в час И организует выезд Ремонтной бригады Для устранения неисправностей В ночное время Если причину толчка Не удалось установить сразу Скорость движения Все равно ограничивается На данном километре А утром Производится повторный осмотр пути Рассмотрим другой случай действия Этой системы Зеленый проходной Вижу зеленый Произошел сильный толчок Экстренное торможение Поезд остановлен Помощник машиниста Быстро отправляется К тому месту Где произошел толчок Внимание, внимание, внимание Всем четным поездам Я машинист поезда Номер 3214 Калиманов В 11 часов 40 минут На 188 километре Пикет 8 четного пути Перегона Георгиевка-Кротовка Обнаружил вертикальный толчок При скорости 80 километров в час Остановился до 189 километре Принимаю меры К выявлению неисправности пути Помощник машиниста Тщательно проверяет Состояние рельсовой колеи Особенно стыков Вот причина Излом накладок Узнав от помощника В чем дело Машинист сообщает О неисправности пути Дежурному по станции Тревожное сообщение Срочно передается Поездному диспетчеру И дорожному мастеру Приказ номер 32 От 15 февраля 1980 года Для производства работ По замене Изломанных стыковых накладок Четный путь Перегона Георгиевка-Кротовка С 12 часов 10 минут Закрывается Для движения поездов Диспетчер Носков К месту происшествия Выезжают путейцы Счет идет на минуты Дорожный мастер Или бригадир пути Лично возглавляют На перегоне Ремонтные работы Устранив неисправность Дорожный мастер Сообщает об этом Дежурному по станции Используя радиосвязь Локомотива Стоящего на перегоне Поезда Дежурный Докладывает Об окончании работ Поездному диспетчеру Приказ номер 32 От 15 февраля 1980 года Отменяй Поездов По четному пути Перегона Кротовка-Георгиевка С 12 часов 45 минут Восстанавливается Диспетчер Носков Разработанная На Куйбышевской дороге Система Толчок в пути Помогает Локомотивным бригадам Своевременно Выявлять Неисправности пути Информация о толчке Немедленно поступает От машиниста К дежурному По станции И диспетчерскому аппарату И в течение суток Доходит до руководства Дороги Каждый случай Рассматривается На совещании С участием Начальников служб Дорожного ревизора По безопасности Движения поездов Срабатывает Обратная связь Принимаются Действенные меры Обеспечивающие Безопасность Движения поездов Ордена Ленина Куйбышевская Железная дорога Одна из самых Грузонапряженных В стране В этих условиях Тем более Важны новые Формы работы По обеспечению Безопасности Движения В сочетании С уже известными Проверенными Многолетней практикой Методами контроля За состоянием Путевого хозяйства Они создают Более эффективную Комплексную систему В борьбе За безаварийную работу Транспорта Толчок в пути Важный элемент Этой системы Говорит Дорожный ревизор По безопасности Движения Куйбышевской Железной дороги Октябрин Петрович Попов Внедрение Системы Непрерывного контроля По выявлению Неисправности В пути Дает на Куйбышевской Дороге Ощутимый результат Только за 1979 год Машинистами Было выявлено 204 толчка В 78% Которых Они подтвердились А в 8 случаях Были выявлены Аварийные ситуации Которые могли привести Даже к тяжелым последствиям Ценность этой системы Заключается В настоящее время В том Что она стала носить Профилактический характер То есть Уже выявляются Неисправности Даже не представляющие Явной угрозы Безопасности движения Наиболее эффективна Эта система Нагруза напряженных Направлений Где интенсивность Появления неисправности Возрастает Наиболее быстро В этом главная Сущность Данной системы Безопасность движения Дело государственной важности И железнодорожники Куйбышевской магистрали Показали хороший пример В борьбе За безаварийную работу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова